Дорогие уважаемые люди, знаете, Бог вас очень сильно любит. Каждого из нас настолько сильно полюбил, что он говорит через слово свое, что он пошел на крест ради каждого из нас. Ради тебя и меня, дорогой человек, Христос на кресте кровь святую проливал. За тебя и за меня он свою жизнь отдал на кресте. Но он отдал, чтобы человек, который его искренне принимает в свою жизнь, каяться о своих грехах. Он не был в аду, он был в царстве Божьем. Мы знаем историю от двух разбойников. Один и второй, они висели один с одной стороны, а другой с другой. Один злословил, а один сказал, Господи, помяни меня в царстве Твоем. И он сказал, ныне же будешь со мной там, где я. И тот, который признает и просит у Бога прощения, принимает Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Бог прощает грехи. Иисус не только умер, Он воскрес, Он есть живой. И Он слышит тебя, когда тебе, дорогая душа, очень тяжело. Когда, может, вашу душу что-то тревожит, и нема покоя в сердце у вас. Обратитесь к Богу. Бог слышит вас. Господь говорил такие слова. «Придите ко мне все трудающие, обремененные грехом и спокойством. И, говорит, найдете покой душам вашим. Только в Иисусе Христе». Сегодня, когда тревога, я думаю, каждый из нас начинает молиться. Каждый задумается о том, куда оно, где оно будет. Не прилетит оно ко мне. Это очень важно, знаете, думать о том, как я предстану перед Богом. Дорогая душа, примирись Богом. Я призываю каждого из вас, читайте его. Я надеюсь, у вас у многих есть дома эта святая книга. Мы дарим бесплатно разукрашки, мы дарим молитву. Молитвенник украинца. Молитву очень нашу. Кто желает, может взять. Пусть Бог хранит и оберегает вас. Крепкого здоровья. Храни Бог вас.